Здравствуйте! Вы смотрите М2ТВ.ру, самое полезное онлайн-телевидение о недвижимости. В эфире «Новый горизонт» и в студии с вами я, Ольга Москвина. Тема нашей сегодняшней передачи – инвестиции в доходную недвижимость Европы и США. И побеседуем мы об этом с нашим сегодняшним гостем в студии Георгием Качмазовым, руководителем международного брокера недвижимости «Трания.ру». Здравствуйте, Георгий! Здравствуйте! Георгий Качмазов, руководитель международного брокера недвижимости «Трания.ру». В 2006 году окончил Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина по специальности юриспруденция. С декабря 2007 года по июнь 2010 года был исполнительным директором компании «Оптимизм.ру». С 2010 года создал и возглавил «Трания». В недвижимости с 2010 года. Начнем, как обычно, с определения. Раз уж мы говорим о доходной недвижимости, давайте расскажем нашим зрителям, что же это такое – доходная недвижимость за границей. Тут все очень просто. Это недвижимость, которая генерирует доход. То есть, когда человек покупает, чтобы сдавать в аренду. Например? Самый, наверное, простой пример – это покупка квартиры до сдачи в аренду. Я думаю, что все так или иначе сталкивались с такими примерами. Либо арендуя, либо имея какую-то собственность, которую они сдают в аренду. Получается, что нижний порог входа не так уж и высок. В общем-то, можно с какими-то минимальными инвестициями приходить на рынок. То есть, начиная с какой суммы мы можем уже считать себя готовым инвестором практически. В моей практике я слышал буквально недавно про человека, который купил квартиру за 50 тысяч евро в Испании, в Валенсии. И сдает ее в аренду, получает свой доход в валюте. Ну вот по поводу аренды, с одной стороны, выглядит это, конечно, привлекательно, потому что доход в валюте, особенно на сегодняшний день, это очень для русского человека то, о чем все мечтают, о таком пассивном доходе. Но проблема в том, что, насколько мне известно, в европейских странах законодательство очень хорошо поддерживает арендаторов и их права. То есть, если ты покупаешь жилье за границей, чтобы его сдавать, то потом потенциально, если человек, который снимает у тебя это жилье, перестает платить или там как-то себя неподобающим образом ведет тебе, не нравится он больше, то выселить его очень тяжело, правильно? Да, вы совершенно правы, такая проблема в Европе существует. Действительно, законодательство на стороне арендатора. Тут можно сказать, что случаи такие не сплошь и рядом происходят, а скорее исключения. Перед тем, как сдать в аренду, желательно проверить того чека, кому вы сдаете. В этом смысле в Европе и в Соединенных Штатах очень много открытой статистики о том, как вел себя человек по жизни до этого. Попадал ли в аварии, были у него просрочки по уплате кредитов, были ли какие-то иски против него. То есть, оценить его адекватность. То есть, любой желающий может эту информацию за открытых источников получить? Ну, не любой желающий, и не всегда есть прям совсем открытых, но если вы нанимаете юриста, мы всегда нашим клиентам рекомендуем сопровождать сделку с правильным локальным местным юристом, то такую информацию достать можно. Это, конечно, не страхует на 100%. То есть, любой нормальный человек может в какой-то момент повести себя не очень нормально, но в любом случае это снижает риски. Вы используете слово «доходность», Георгий. Давайте это слово тоже поясним нашим зрителям, о чем конкретно в данном случае идет речь. Да, это очень правильно, потому что под доходностью, к сожалению, все понимают разные вещи. Мы в этом смысле стараемся максимально просто и по нашему мнению правильно определять слово «доходность». Это годовая аренная выручка, поделенная на стоимость объекта. Какая доходность от жилья, сдаваемого в аренду, считается нормальной? Средняя доходность от сдачи недвижимости, я бы сказал, не обязательно жилой, можно и нежилой, коммерческой. Средняя такая доходность по Европе и Соединенным Штатам – это 5%. И разброс он от 2,5% до, я бы сказал, 7,5%. Вот простая аренная выручка, еще раз повторюсь, поделенная на стоимость объекта. Чем доходность ниже, тем стоимость выше? Ну, поскольку стоимость объекта повышается, соответственно, аренная выручка остается на прежнем уровне условно, и получается доходность, она снижается. В процентном выражении. Да, и наоборот, чем доходность выше, чем стоимость ниже, тем дешевле объекта. Низкая доходность, она связана с тем, что на такие объекты высокий спрос. Высокий спрос, он повышает стоимость. А как мы уже поняли, чем выше стоимость, тем ниже доходность. Поэтому есть такое очень важное свойство недвижимости – это ликвидность, возможность ее продать. Чем больше спрос на недвижимость, тем выше ликвидность. Чем ниже доходность, тем меньше риски инвестирования. Потому что ликвидность у объектов, которые дают меньшую доходность, она выше, спрос на нее выше. То есть, как бы получается, что низкая доходность, она очень четко коррелирует с высокой ликвидностью и с низким риском. В общем, разумный инвестор не будет гнаться за высокой доходностью на старте, а постарается подобрать себе максимально ликвидный объект для начала. В целом, да. Абсолютно правильно траектория, куда нужно думать. К сожалению, в этом смысле многие наши клиенты, особенно до того, как произошли все экономические проблемы последних нескольких лет, они в первую очередь думали о доходности. И не всегда понимали, что высокая доходность подразумевает высокий риск инвестиций. То есть, собственно, то, что и произошло в России, сравнивая объекты, наши предложения, которые давали 2 года назад 5-6% доходности, они говорили, что это очень мало. В России объекты дают 10% доходности, мы лучше вложимся в них. И, собственно, почему объекты в России давали 10%? Потому что риск был выше. И он реализовался. И объекты упали в цене. И сегодня эта доходность в 10% была убита тем, что капитализация объекта снизилась в валютном выражении зачастую на половину или даже больше. И, получается, сколько бы они ни получали по 10% в год, они догонят просто нулевую стоимость своего актива только через некоторое количество лет. 5-7 лет. Концептуально в Европе могут быть точно такие же проблемы. Они могут быть вызваны разными факторами. Об этом можно отдельно разговаривать. Скорее, уже экономисты должны делать. Но концептуально, да. То есть, вы сказали, что разумный инвестор, он не будет оголтело смотреть только на доходность. Он будет понимать, чем обусловлена детальная доходность. И чем она меньше, тем, можно сказать, рынок оценивает ниже риск того или иного продукта. И в этой связи мы продаем нашим клиентам, рекомендуем покупать объекты действительно с умеренной доходностью, а по сути с умеренным уровнем риска. Потому что покупая недвижимость где-то за рубежом, ей достаточно трудно управлять. Вы в любом случае как-то будете опираться на местных каких-то менеджеров, которые будут решать те или иные сложности. А уровень риска, он подразумевает вероятность возникновения риска. И получается, чем выше доходность, тем выше вероятность того, что с этим что-то может случиться. А если вы находитесь не рядом с вашим объектом, а тем более если у вас есть ваш бизнес, ваше дело, которое вам приносит деньги, которое достаточно важно, и ваше время эффективнее было бы тратить на ваше основное дело, которое вам основное доходное. То инвестируя в какую-то зарубежную недвижимость, мы хотим, мы понимаем, что наши клиенты хотели бы, чтобы с этим активом ничего не происходило негативного, и чтобы он не отвлекал их на какое-то управление, что какие-то проблемы нужно будет решать. Поэтому чем меньше вероятность возникновения проблем, тем лучше для нашего инвестора. Но тоже нельзя сказать, что там нужно покупать объекты с минимальной доходностью. То есть нужен определенный баланс. Если ты решаешься инвестировать в подобные доходные объекты за рубежом, ты можешь взять там кредит. Так или не так? Совершенно верно. И самое приятное в этом то, что стоимость этого кредита дешевле, чем генерируемая аренная выручка. То есть привлекая кредит в европейском банке, что может сегодня сделать человек даже без вида нажительства, без каких-либо особенностей. То есть обычный российский гражданин может прийти в европейский банк и получить ипотеку примерно под 2-3% годовых. А аренная выручка от сдачи в аренду, она может быть больше 3-4-5-6, иногда и 7% годовых. То есть получается, как бы одалживая деньги у банка под 2,5, сдавая арендатору под 5, на каждый взятый в кредит евро или доллар, вы получаете дополнительную доходность. Понятно. То есть вместо того, чтобы на имеющийся у тебя там миллион купить один объект, ты берешь 2 объекта по 500, на каждый по 500 берешь в кредит и в 2 раза увеличиваешь свой доход с этой аренды, при этом только 2% платишь за кредит. Тут две мысли. То есть та, которую вы сказали, что во-первых, можно купить больше объектов или сам объект может быть больше, чем на собственные средства. Но еще и получается, то есть представьте себе, вот вы купили объект, который стоит миллион, а не 500, сколько у вас. Получается, что на те 500, которые вы взяли в кредит у банка, например, вы их взяли под 2,5%, а сдали под 5% арендатору. То получается на эти полмиллиона, которые вы взяли в кредит, вы получаете 2,5% разницы. Понимаете, да? Вы сдаёте под 5%. То есть вы ничего не теряете, а только приобретаете. Вы увеличиваете доходность на вложенный капитал, это называется. То есть конечная ваша доходность, она же, вы же всего 500 вложили, со своих 500 вы получаете 5%, потому что вы купили, сдали 5%, вот они 5% с ваших 500. А с тех 500, которые вы взяли в банка, вы получаете еще 2,5%. То есть всего там, ну я сейчас очень грубо говорю, 7,5%, а не 5%. В этом прелесть кредита, когда он стоит дешевле, чем генерирует бизнес, чем генерирует арендная выручка. А когда мы говорили с вами про получение вида на жительство за покупку жилья, вы упоминали, что ипотеку в этом случае не взять в стране, где ты хочешь купить жилье. А в данном случае, если мы покупаем это же самое жилье только для того, чтобы его сдавать, ипотеку нам дадут? А в чем разница? В чем, вот в этом разница. То есть если вы хотите получить вид на жительство, и там в Испании, например, за 500 тысяч покупаете, вы должны заплатить все 500 тысяч. Но вы, например, можете купить объект за миллион, заплатить 500, получить 500 в кредит, с миллиона получать ваш доход, и при этом получить вид на жительство, потому что вы своих 500 все-таки потратили. А, понятно. То есть главное, чтобы именно вот эта установленная сумма пришла. Все, поняла. Какие существуют виды доходной недвижимости за границей? Во что мы можем вложиться, помимо упомянутой квартиры под сдачу в аренду? Ну, тут стоит говорить о некоторых развилках. Есть первая ключевая развилка, это купить и сдать в аренду, который называется простой арендный бизнес. И разные форматы добавленной стоимости, то, что на английском называется added value. Когда вы строите, ремонтируете, менеджерите арендаторов, то есть вы делаете некое менеджерское усилие по повышению вашей доходности. В частности, вот самый простой, наверное, пример, может быть, вы купили какую-нибудь убитую старую квартиру, дешево, соответственно, с дисконтом, взяли ее, отремонтировали и продали уже дороже. Вот этот пример added value. Вот это первая концептуальная развилка. То есть вы занимаетесь просто арендным бизнесом или вы хотите увеличить каким-то образом вашу выручку за счет некого менеджерского усилия. Я думаю, что 90% наших клиентов, они склоняются к простому арендному бизнесу. Это нормально, потому что у них есть их основной бизнес, какой-то доход, который генерируется и который требует их внимания и в чем они разбираются. И вот заработав в этом своем бизнесе, они диверсифицируют свои капиталы, пытаются уйти от валютных рисков, от каких-либо других, экономических или политических. И они покупают доходную недвижимость не в своей стране, но чаще всего, например, наши клиенты покупают в Европе или в Соединенных Штатах. И тут дальше уже перед ними, если мы говорим именно о простом арендном бизнесе, перед ними встает вопрос, какую недвижимость купить. И тут мы уже больше говорим о каком типе, о разных типах недвижимости. Тут есть концептуально две вещи. Это жилая недвижимость и нежилая недвижимость. Жилая – это квартиры, апартаменты, как их ни называй. Нежилая – это разные форматы. Это офисы, это гостиницы, это торговая недвижимость, супермаркеты или магазины пешие на пешеходных улицах находящиеся. Есть дома престарелых, есть какие-то логистические форматы. Но коммерческая требует уже большего внимания со стороны покупателя, получается, инвестора. Там нужно организовывать бизнес. Немножко расскажу. Да, действительно, внимания потребуется больше, но в первую очередь потребуется, скорее всего, больше бюджета. Если мы говорим о бюджете до миллиона евро общей инвестиции, стоимости, то мы, скорее всего, посоветуем человеку покупать жилую недвижимость, просто квартиру. Потому что чаще всего купить достойную коммерческую недвижимость в хорошем месте, в правильном формате, дешевле миллиона – трудно. Бывают отдельно взятые случаи, но чаще всего сложновато. То есть, скорее всего, мы клиенту скажем, вот есть вариант купить просто квартиру, есть вариант купить студенческие апартаменты. Есть такой сейчас новый зарождающийся формат апартаментов под старых людей, специально там как-то оборудованный под стариков, поскольку в Европе население стареет. Этот формат, который сейчас пользуется особой популярностью. Это как дом престарелых или на одного конкретно человека? Да, на одного. Просто такой подвид жилой недвижимости специализированной. Да, то есть изначально девелопер строит это, там, не знаю, больше широкие проходы, там, какие-то, может быть, специально оборудованные устройства в, не знаю, в туалете или в уборной или где-то еще. То есть это все жилая недвижимость? Жилая, просто жилая, жилая для студентов и жилая для пожилых людей? Да, да, да. И при этом доходность у этой недвижимости, она чем ниже, чем выше ликвидность. Например, если жилая квартира, она, очевидно, более ликвидна, потому что ее гораздо больше людей могут купить, потенциальные покупатели, а это все, по сути, люди, да, то у нее там доходность порядка 3%. Вот, опять-таки, говоря про доходность, я говорю, годовая арендная выручка, поделенная на стоимость объекта. А у студенческих апартаментов или апартаментов для пенсионеров, там, может быть, 4, иногда больше, и все очень прямо пропорционально риску. То есть, например, там есть такие отчаянные инвесторы, которые могут инвестировать в какой-нибудь там студенческие апартаменты в каком-нибудь лондонском Шеффилде, маленький город, о котором никто не знает, который находится там в 40 минутах езды от университета. То есть, ну, очевидно, что это не супер востребованный такой формат, там доходность может быть выше, ну, и риск выше, то есть, если вдруг что-то с этим университетом случится, то... То никому больше эта недвижимость не нужна. Да, да. И наоборот, если там этот студенческий апартамент будет где-то прямо рядом с университетом Оксфорда, да, ну, очевидно, да, то есть, там, что всегда будут студенты, то доходность всего будет ближе к трем, там, три с половиной, может, что-нибудь такое, может, четыре. Вот, поэтому вот эта вот вилка риск-доходность, она всегда сохраняется. Вот я всегда хочу сказать инвесторам, что за нас все давно посчитали. То есть, там чудес не бывает, и особенно, там, сегодня в Европе и в Соединенных Штатах, где, как мы уже сказали, достаточно дешевое кредитование, а для местных оно еще может быть чуть дешевле, то есть, есть избыток денег и недостаток качественных объектов недвижимости. И никогда не будет такого, что кто-то будет продавать недвижимость очень дешево. То есть, там, качественную недвижимость с высокой доходностью, его не бывает. То есть, в этом смысле, когда вы видите, там, уровень доходности, ну, четыре, там, пять, шесть, семь, или там, два с половиной, это все прямо пропорционально уже по считанным рискам. То есть, тот человек, кто вам это продает, он это уже посчитал. Закон экономики никто не отменял. Да, да. Вот, ну, если говорить дальше, про коммерческую уже, про нежилую недвижимость. Это уже для тех инвесторов, кто входит в суммы больше, чем миллион евро? Скорее, да. Опять-таки, рынки разные, там, просто не хочется, вот, сказал, ой, там, вот, я там покупал стрит ритейл, какую-нибудь, там, торговую недвижимость за 500 тысяч евро. Ну, конечно, это возможно. В Португалии где-нибудь. И в Португалии, и в Испании, и в Германии, да, там, какой-то небольшой маленький магазин, в небольшом городе или на улице, не самый-самый центральный, да. Ну, естественно, концептуально, границы, они примерно в среднем, по рынкам такие, там, до миллиона, скорее, жилье, а дороже миллиона уже можно смотреть какую-то разную коммерческую недвижимость. То есть, 2-3 миллиона, то мы ему посоветуем супермаркет, 23 миллиона, я имею в виду, это, вот, стоимость недвижимости. То есть, у него лично должен быть миллион или, там, полтора, может быть, там, до 2. С учетом кредитования, просто. Да, то есть, он дальше еще может прокредитоваться, примерно в два раза увеличить сумму общей инвестиции. А сколько вообще в среднем дают кредитных денег? Примерно в два раза больше можно получить. То есть, там, иногда 40-60, то есть, 40 своих средств, 60 банковских, скорее всего, больше не дают. Это в очень исключительных случаях. Соответственно, вот, там, до, если он инвестирует до 50 миллионов, имеется в виду, вот, стоимость именно самой недвижимости, то мы, скорее всего, посоветуем либо стрит-ритейл, либо супермаркет. В проходном месте где-нибудь, да? Да, да, в хорошей локации, который даст примерно, там, 5-6% доходности. Если у него чуть больше денег, мы ему посоветуем посмотреть на уже дом престарелых большой, потому что этот формат, очевидно, там, в перспективе 20-30 лет абсолютно ликвиден, количество пенсионеров сильно увеличивается, там, очереди из пенсионеров, которые хотят жить в этих домах престарелых, поэтому, и достаточно высокая доходность, то есть, там, порядка стартовая, 6% можно рассчитывать в достаточно хорошей локации, с отличным оператором. Что там еще интересного? Вот в таких вот объектах коммерческой недвижимости, ну, во-первых, избегается риск, там, невыселения, про которые мы говорили, там, что трудно выяснить, но еще интересно то, что есть арендные контракты на 15, 20, 25 лет без права расторжения, то есть, вот эти арендаторы… Когда ты можешь вообще забыть об этом объекте, просто получать деньги, налоги платить. Ну, практически, да, единственный риск того, что арендатор обанкротится, но он довольно низкий, там, есть арендаторы, которые работают по 100 лет на рынке, это крупнейшие компании, достаточно высокоэффективные, и, ну, вряд ли они обанкротятся. Самый главный фактор риска – это локация. Ну, как известно, да, про недвижимость, локация, локация, локация. Чем она лучше, тем меньше вероятность того, что там что-то будет негативное происходить, что, не знаю, там, этот арендатор съедет, и трудно будет найти какого-то альтернативного и так далее. Говоря о локации, сейчас вы подразумеваете вот то самое проходное место? Конкретное местоположение объекта. Конкретное. Чем оно там более проходное, чем ближе какие-то транспортные узлы, чем лучше этот район в целом, да. А давайте вот шире. Какие страны за пределами России, Европы, Штаты, Азии, не знаю, считаются сейчас наиболее комфортными для инвестиций? Штаты, Великобритания, Германия, Швейцария – это, наверное, самые такие надежные. И в плане соотношения риска доходности привлекательные страны, рядом с ними стоит Франция, но, к сожалению, там сейчас высокие налоги. Немножко это отпугивает инвесторов. А вот в тех причисленных странах с налогами помягче, да? То есть, в принципе… Ну, что касается налогов, то они везде разные, и они сильно зависят от того, как оформлен объект. Вот два таких главных, опять-таки, развилка такая для инвестора – это оформить на себя, как на физлицо, или оформить на компанию. И если говорить про оформление на физлицо, то в большинстве, если не во всех странах Европы, прогрессивная шкала налогообложения, зависящая от дохода. Чем больше доход, тем больше налог. Соответственно, у юридических лиц, когда ты оформляешь на компанию недвижимость, у них обычно плоская шкала. То есть, налог на прибыль такой-то. Фиксированный. Да. В большинстве стран это порядка 20-25%. Соответственно, поскольку у физлиц ставка от 15, например, до 45, то чем больше выручка, тем больше вероятность того, что лучше оформить на компанию. И наоборот. А на компанию – это на какую компанию? На регистрируемую там специальную компанию, на которую оформляется… То есть, можно именно под свой бизнес зарегистрировать? НЗЦ, SPV. Да, специальная компания, на которой оформляется. И, в общем, развилка, она такая, чем больше объект, чем больше он генерирует арендные выручки, тем выше вероятность того, что выгоднее будет на компанию. Компания, она подразумевает стоимость оформления, стоимость ее содержания, на сдачу налоговой отчетности и так далее. Но примерно, вот если… Вы понимаете, такие, знаете, как средняя температура по больнице, которая, как обычно, она может быть очень некорректна в отношении конкретных каких-то кейсов, да. Но в среднем, если объект стоит дороже миллиона, миллиона двухсот евро, часто бывает так, что выгоднее оформить на компанию. Потому что уже арендная выручка, она получается такой, что если оформить на физлицо, то там… Налоги все перекроют. Да, налог будет очень высокий. Но это сильно, опять-таки, зависит от конкретной страны. Плюс сегодня есть еще требования российского законодательства, которые подразумевают, что если ты получаешь доходы где-то за рубежом, и у тебя есть там компания, вот известный термин КИК, да, контролируемая иностранная компания, то ты должен ее зарегистрировать и доплатить налогов, если в этой местной стране налоги меньше, чем в России. То есть, если есть закон об избежании двойного налогообложения, скорее всего, он есть с европейской страной, где там у инвестора недвижимости или в Соединенными Штатами. Соответственно, тебе нужно эту компанию будет зарегистрировать здесь, уведомить наше налоговое о получении вот этого дохода. В общем, там, если вдруг там местный налог меньше, чуть-чуть доплатить здесь. Очень сильно все зависит от конкретного объекта, конкретной страны, где там, опять-таки, все нужно идти к налоговым специалистам, и они проконсультируют и дадут ответы. Что важно, это можно сделать до покупки, то есть, ответы на вопросы налогового характера, то есть, можно будет спрогнозировать еще не приобретя недвижимость и посчитать финмодель, понять, сколько конкретно, знаете, как вот многие клиенты, вот конкретно, сколько денег в кармане, у нас сколько будет, вот такой стандартный вопрос. Клиенты, к сожалению, ответ на этот вопрос, он зависит от очень многих развитий, вилок, я бы сказал, не очень многих, но многих, какой тип недвижимости, какая будет доходность, как это будет оформлено, какие будут налоги, какой будет кредит, на сколько будет закредитован объект, в том числе, как будет выплачиваться этот кредит, быстро или медленно, это все ответы, которые должен для себя дать инвестор, на которые мы помогаем ему ответить. То есть, мы ему говорим, вот есть такое обстоятельство, тебе нужно либо направо, либо налево, либо посередине. Пойдешь направо, возьмешь больше риска, но и будет больше доходность. Потенциально может это привести к таким-то негативным сценариям, и тогда тебе нужно будет что-то с этим делать. Готов ли ты будешь это делать или, может быть, лучше пойти прямо, взять средний риск, взять среднюю доходность, но при этом спать спокойно, быть уверенным. Или ты суперконсервативный инвестор, ты вообще не хочешь ни о каких рисках слушать, вообще не можешь ни кредитоваться, максимум налогов везде все заплатить, ничего не заработать, ну, в общем, быть уверенным, что вообще никто тебе ничего не придет, не скажет, и рисков, собственно, того, что банк придет, скажет, а ну-ка, возвращай кредит. Вот это все называется стратегией инвестиций. Возвращаясь к тем нашим зрителям, которых, наверное, большинство, бюджет которых все-таки не доходит до таких космических сумм, давайте коротко, чтобы вы им посоветовали, какие у них есть возможности сейчас. Ну, самое то, что я бы им рекомендовал простое, это купить квартиру обычную где-нибудь в центре крупного европейского города. Опять же ориентироваться на вот эти страны, которые вы перечислили, Штаты, Великобритания, Германия. Да, конечно, ну, эти страны, они более защищены, то есть, да, там бывают падения цен, реже существенные, чем в других странах, но они бывают, но эти падения называются циклами, так или иначе цена восстанавливается, поэтому если инвестор такой вот, у него долгосрочная стратегия, больше 10 лет, то, ну, наверное, если мы не говорим о каких-то сценариях ультра-негативных, какие-то там войны и так далее, что рассматривать не имеет смысла, в нормальном развитии событий там все будет в порядке, но там и доходность меньше. То есть, это прямо пропорциональность зависящей вещи. Если он купит квартиру где-нибудь в Германии, Великобритании, Франции, Соединенных Штатах, Австрии, то он получит примерно 3% доходности. Вот за вычетом всех расходов сегодня, в нынешней конъюнктуре, взяв дешевый кредит и сдав ее в аренду, на вложенный капитал, он может рассчитывать примерно на 4% доходности. То есть, она чуть-чуть увеличится даже. То есть, вот там, представьте себе, у вас 100 евро, вы купили недвижимость, условно, ну, там, примерно по году вы будете получать 4 евро, что-то около того. Но для того, чтобы увеличить свою доходность, то есть, у нас есть некоторое интересное предложение, опять-таки, которое, естественно, связано с вырастающим риском. Мы предлагаем нашим клиентам купить квартиру в центре Берлина, например, и мы будем менеджерить ее сдачу в аренду через сервисы типа Airbnb, то есть, как раз, краткосрочная аренда. Они, то есть, вот эта краткосрочная сдача в аренду, она повышает доходность. Наш инвестор может рассчитывать сегодня примерно на 5-6%, то есть, не на 4%, а на 5-6% при таком консервативном расчете. Но в этом случае нужна помощь менеджера, который будет заниматься всем тем вселением, выселением. Конечно, мы такого рода менеджмент делаем, многие другие компании это делают. Это, чтобы инвестор правильно понимал, 5-6% без учета роста капитализации. То есть, если смотреть на какой-то долгосрочный отрезок времени и рассчитывать на то, что цена недвижимости будет прирастать, по 1-2% в год, достаточно консервативно, то в совокупности он может рассчитывать на 7-8% доходности в валюте, что по нынешним меркам, я считаю, довольно хорошо. При том, что у него в активе будет суперликвидная недвижимость. Квартира в центре Берлина. Всегда продать ее можно, всегда с ней все будет в порядке. Ну да, можно и долгосрочно потом ее сдать и самому в ней поселиться. Если в краткосрочную, можно приезжать самому там пожить. Сколько стоят услуги по управлению таким объектом? Примерно 20-25% от аренной выручки. То есть, квартира генерирует примерно 8, мы забираем себе 2%, человеку остается 6, это все равно в 2 раза больше, чем если бы он сдал ее в краткосрочную. То есть, в общем-то, при бюджете до миллиона, это, пожалуй, самый выгодный вариант? Чек входа очень низкий, ну, относительно, конечно. То есть, там, человеку нужно примерно, ну, я бы сказал, от 200 тысяч евро. И вот с ним мы готовы работать и давать ему 6-7% доходности по году. А с чем можно сравнить, с какими другими вариантами вложения денег? Я думаю, что ключевое – это облигации. Но это рискованный прям такой вариант. Я бы сказал, что это более волатильный инструмент, то есть, он может падать или расти в цене быстрее, но у него гораздо выше ликвидность. То есть, продать квартиру в Берлине потребует все равно технически, там, месяц, два, три, в зависимости от того, за сколько продают. Облигации можно продать за несколько часов. Георгий, спасибо за такую интересную беседу, подробные ответы на мои вопросы. Напоследок, традиционно, прошу вас дать какой-то совет нашим сегодняшним зрителям, которые планируют проинвестировать свои деньги вот таким образом. Ну, не хочется, конечно, сильно умничать, но, наверное, я посоветую все-таки инвестировать разумно. И когда вы рассматриваете какую-то инвестицию, смотреть не только на доходность, но и на риски, потому что они всегда идут бок о бок. Напоминаю, что вы смотрели «Новые горизонты» и беседовали мы об инвестициях в доходную недвижимость Европы и США с нашим гостем в студии Георгием Качмазовым, руководителем международного брокера недвижимости Trania.ru. Задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на свежие выпуски. С вами была Ольга Москвина. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до новых встреч.